Люди учились и по спецпредметам сдавали экзамены и набрали минимальные баллы. Вот тоже меня это смущает. У него рабочая специальность есть, и он будет сейчас, например, у нас проходить, получается, а со ста баллами могут тогда не проходить. Они готовятся к выпуску диплома, у них нет столько времени готовится. Вопрос, кому отдавать предпочтение при распределении грантов, выпускникам школ или колледжей разделил членов конкурсной комиссии на два лагеря. На два гранта по специальности транспорт претендует сразу шесть человек. Трое из них – выпускники колледжей, еще трое – школ. У школьников баллы выше, но их оппоненты гарантированно будут работать по выбранной специальности. Решать вопрос приходится голосованием. Большинством голосов решено разделить гранты поровну. Надо протокол сделать, завтра деньги. Это завтра к вам придут и скажут, как вы там голосовали или нет. Поэтому берем один грант. 94 балла, один грант, 26. Возможность предоставлять общеобразовательные гранты из областных бюджетов чиновники на местах получили в 2017 году. Новшество предполагает, что в регионах лучше знают, какие специалисты им нужны. В Кустанайской области акцент был сделан на врачах. Поэтому 100 грантов, это ровно половина от общего их количества, было отведено на медицину. С обладателем образовательного гранта планируется заключение трехстороннего договора. Это управление здравоохранения, студент и вуз. То есть трехсторонний договор будет подписан. И одним из условий договора это будет отработать в организациях медицинских Кустанайской области 7 лет. Причем 80 из 100 грантов получат резиденты медицинских вузов, то есть студенты последних курсов. Таким образом, дефицит кадров чиновники намерены восполнить уже через два года. Второе место по количеству выделенных грантов занимает сфера образования 69, 25 технические науки и технологии, сельское хозяйство 4, искусство 2. При этом список обладателей грантов отмечают чиновники сегодня нельзя назвать окончательным. Планируется создание резерва. Сейчас они не подпишут договор, не приедут, заберут документы, но всякое возможно. Поэтому, чтобы мы могли отсюда с этого взять резервы. А когда начнут обучение, потом мы уже не сможем. Также планируется в ближайшее время документально оформить принцип распределения грантов между вовсниками школ и колледжей, а также определить необходимость выделения легот для различных категорий претендентов на бюджетные места. Дмитрий Гуренко, Андрей Деменок, РТН.